Антижанский ханабат в эти дни находится в фокусе внимания деятелей культуры и музыки, а также представителей широкообщественности. Международный фестиваль эстрадного искусства Дунья Садолара продолжает удивлять прекрасными выступлениями как отечественных, так и звезд мирового масштаба. Каждый из них демонстрирует национальные традиции и профессиональное музыкальное мастерство. О том, что сегодня запланировано, расскажет моя коллега Карина Незамудинова. По итогам 2022 года Антижанская область посетила более миллиона местных и около 90 тысяч зарубежных гостей. Один из них приходится на город Ханабат. На протяжении же двух дней проведения международного фестиваля Дунья Садолара данный город уже посетило более миллиона зарубежных и порядка 12 тысяч местных туристов. Безусловно, проведение такого масштабного мероприятия именно здесь, в городе Ханабади, будет способствовать популяризации не только данного региона, но и всего Узбекистана. Все они воспевают в своих песнях такие чувства, как доброта, великодушие и любовь к ближнему и к своей родине. Наряду со всеми областями нашей страны активное участие в данном фестивале принимает и Сардаринская область. Рядом со мной художественный руководитель ансамбля Сайхун Гитлорей, режиссер Равшан Акиа из Сардаринской области. Здравствуйте, Равшан Акиа. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам подготовка к данному фестивалю и что представляет, о чем говорит сегодня Сардаре? Подготовка к фестивалю на высоком уровне. Сардаре, вы видите, там рыба она славится, вот фрукты, как видите, и все отражается на наше представление. Хочу всех поздравить с этим фестивалем, вот Дуниаса Далара. Желаю, чтобы этот фестиваль был известен на весь мир. Кто принимал участие в Сардаринской области в конкурсе? С нашей области в этом фестивале в конкурсе участвовала вокально-инструментальный ансамбль Чапан Бэн. На открытии выступали, у них хорошая композиция была. Могу сказать, что это стихи я сам им написал. Я рад, что на этот фестиваль я тоже внес свой вклад. Местные жители также очень рады тому, что именно в их городе проходит такое масштабное мероприятие. Зажигательные национальные танцы и песни никого не оставили равнодушными. А расскажите, вот как вам, в принципе, вся организация данного фестиваля? Нравится ли вам? Что вы видели уже? Очень нравится. Вы знаете, первый раз у нас такой фестиваль проходит, особенно в Ханабаде. Я очень рада за наш город. Какие у нас очень артисты, так красиво танцуют. Просто не думали, что у нас в Афганистане есть вот именно такие артисты. Я очень рада за Узбекистан, что у нас. Пусть не один раз проходят такие фестивали, именно фестиваль «Дружбы». Фестиваль привлек внимание и знаменитых зарубежных гостей, которые также с удовольствием приняли в нем участие. Мы очень полюбили Узбекистан, узбекскую культуру, гостеприимный народ, этот фестиваль. Все очень прекрасно. Я думаю, что это идеальная возможность собраться всем вместе, объединить народы и укрепить связи между ними. В какой-то момент я прислушалась к узбекским мелодиям, и мне очень понравился их ритм, как они чувствуют музыку. А еще нам очень понравилась узбекская кухня. Это просто восхитительно. Я бы пожелала Узбекистану не останавливаться и идти только вперед. Анди Жан, мы любим тебя. Очень люблю узбекскую музыку, узбекскую эстраду. Мы любим Узбекистан, потому что народ очень гостеприимный. Нас так тепло встретили в Ханабаде. Прекрасное место, чистый воздух. Отлично проводим время. Спасибо за все. Узбекистан для меня страна с огромным сердцем, люди с добрым сердцем. Я отлично провел время. В один день я обязательно вернусь в Узбекистан. Вы самые лучшие. Мои впечатления отличные. Я раньше уже был в Ташкенте, а в Анди Жане впервые. Восхитительный фестиваль. И люди очень гостеприимные. Вся эта музыка, танцы, атмосфера поднимают настроение и придают особый шарм фестивалю. Я очень рад быть частью всего этого. Международный музыкальный фестиваль Дунё Садолара «Звуки мира» в дальнейшем планируется проводить раз в два года. К тому же учрежден одноименный нагрудный знак, который будет вручаться активным участникам фестиваля.